Олег, расскажи, что ты знаешь о махинациях или не махинациях, о сборе на лечение? Смотрите, мне очень удивительно, группа, которая сегодня, то есть группа израильтян, выкосовщик Украины, которая поддерживает, скажем, центральную власть украинскую, которая выступает сегодня против, ну, приехали и узнали, знаете, любая реклама, даже антиреклама, это хорошо, она появилась очень внезапно, если проследить всю хронологию, это легко очень увидеть, она появилась буквально феврале, на пике событий в Киеве, событий на Майдане, вот. Головной мозг, скажем так, главный генератор, двигатель всего этой группы, это Анна Жарова, если я не ошибаюсь, она или в Петоктикле живет, да, украинка, то есть она связалась, организовала вокруг себя кучу неравнодушных людей, которые действительно переживают за Украину, ну, вот, и было очень быстро склеено, скомкано, как-то, знаете, как горячий пирожок, была создана группа, группа, которая себя пиарит очень широко, группа израильтян, украинцев, поддерживающих Украину. С какой стороны, с каким боком здесь оказалось украинское посольство, я не знаю, кто на кого вышел, но то, что украинское посольство в одностороннем порядке и, опять же, не объективно поддерживает только эту группу, только эту группу, деятельность группы пиарится на странице посольства в Фейсбуке, на сайте, вот. Все хорошие дела, дай Боже, людям, которые делают хорошие дела, вот, дай Бог здоровья и сил. Но, опять же, ситуация, вопрос касался того, и я, не только я поднял вопрос о том, что деятельность этой группы в части финансовой отчетности, она более чем непрозрачна. Когда вы просите, когда вы собираете деньги с израильтян для Украины, вы собираете деньги, вы обязаны, вы просто не мне журналисту, вы обязаны общественности, без просьб лишних, угроз требований и все остальное, показать, сколько вы собрали, показать чеки и показать, куда вы потратили это. Понятно, группа прикрывалась, группа прикрывалась постоянно. Первое, это какой-то непонятно тайной личной жизни, которую в Израиле, конечно, здесь очень хорошо защищена, но, опять же, сбор средств не является какой-либо тайной и нарушением частной собственности или тайной частной жизни. Понятно, этих отчетов мы не получили, те чеки, которые были, те чеки, которые они приставляли на покупки йогурта и все остальное, они не совпадали с теми суммами, которые реально собиралось, то есть, понимаете, речь идет о десятках тысяч долларов, которые собирались на лечение активистов в Майдане, но вы меня извините за все время, не считая там каких-то паровоенных недавно, может в июне или в июле, в феврале, в марте в Израиле было привезено 10 активистов, 10 активистов, 10 участников Майдана, которые по медицинским показаниям нуждались в лечении, действительно в оперативном лечении и неотложном лечении в Израиле только 2 или 3 человека. Точно знаю, что когда я поднял вопрос о финансовой отчетности этой группы, которая потом, после, опять же, поддерживаемого посольством устраивала проукраинские митинги в Тель-Авиве, вот эта цепь мира, которая была, все прекрасно, вы молодцы, это ваше мнение, но, опять же, финансовая сторона этой группы, их отчетность не выдержит никакой критики, потому что группа скрыта, люди, это какой-то клуб по интересам, клуб закрытый, информация полная и всеобъемлющая, доступна только людям, которые находятся в группе, все неугодные, которые задают нехорошие вопросы, неправильные, либо интересуются, ребята, на что вы собираете, покажите, на что вы собрали, люди в фейсбуке блокируются, люди из группы удаляются, называются пропутинскими, прокремлевскими, проплаченными фейсбешными и всеми остальными, то есть... Твое мнение по этому вопросу, частное мнение? Мое частное мнение, что, понимаете, не бывает дыма без огня, если люди что-то скрывают, значит, есть что скрывать, если люди что-то мутят, особенно если это касается денег, тут есть все... Если вы до конца нечестны и не открыты, значит, у меня есть все основания подозрять вас финансовой нечистоплотности. Вот и все. Самое интересное, что в этой ситуации, мой адрес, например, звучали только обвинения в том, что я порчу имидж Украины в глазах израильтян. Но, опять же, опровержение моих слов, моих каких-то расследований о том, что чеки и отчеты финансовые не сходятся, опровержения не было ни одного. Никто из группы не пытался, не пытался оправдаться или доказать, что я вру, что я обвиняю людей в нецелевом использовании средств или сокрытии каких-то неучтенных средств, что скорее всего. То есть по чекам не могли показать банкерские переводы, но это могло касаться 10, 20, 30 тысяч шекелей, допустим. Но когда речь идет о десятках тысяч долларов, которые могли там... Или начиная от сотни, да даже если собран шекель к шекелю, мы не можем проверить, сколько шекелей собран. Вы пройдете по набережной, вы соберете с каждого по шекелю, здесь 10 тысяч человек. И вы 10 тысяч шекелей, это уже большие деньги. Вы их не учтете, вы их не покажете по документам. Вот и все. Вот вся проблема. Люди этого не показали. Сейчас получается, что посольство это все украинское... как-то, назовем в кавычках, без кавычек, покрывает. Посольство пиарит деятельность этой группы, как-то поддерживает. Ну и в принципе, назвать деятельность этой группы объективной, 100% объективной я не могу. Да, ребята, возможно, у них есть проукраинское, проукраинское какая-то точка зрения и собственное мнение. Но опять же, чтобы донести до людей, если они хотят доносить до людей полную картину, что людям нужно, есть мнение одно, есть мнение другое, есть мнение противоположное, есть мнение, которое неправильно, или, наоборот, правильно, доносите обе. То есть здесь идет однобокая, абсолютно односторонняя информация, которая, понятно, искажает полную картину того, что сегодня вы показываете здесь. То есть это все. Что я могу сказать? То есть группа... Спасибо. Это очень интересная информация, которые многим израильтянам и не только будут интересно слышать. Когда вы жертвуете свои деньги для украинских активистов, подумайте, что вполне возможно, что вы жертвуете свои деньги на то, чтобы они лучше жили. Или когда вы спросите, куда эти деньги пошли, вы имеете право... Если вы пожертвовали хотя бы один шекель по израильскому законодательству, вы имеете право потребовать полного финансового отчета. Это все. Ты ничего больше не просишь.